Кабинет министров Украины Ассоциация переселенцев. Руслан, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Руслан, расскажите, пожалуйста, про ипотеку в целом. Давайте от общего и потом уже к точкам. Что за ипотека, насколько она, возможно, станет популярной среди людей? Во-первых, хочется сказать, что переселенцы уже 7 лет ждут этого дня, когда начнет решаться жилищный вопрос. И судя по тому, как мне они пишут, я понимаю, что люди уже немножко запутались. Есть программа «Доступное жилье», есть программа «Ипотека по 3%,» есть новая программа «7%». И люди немножко не понимают, о какой программе идет речь. Так вот, мне сегодня хочется четко, понятно объяснить основные моменты. И хочется сказать, что это абсолютно новая программа, то есть она не имеет отношения к тем программам, которым я называл. Это программа грантовая. Общая сумма гранта 24,5 миллионов евро, которые конкретно пойдут на кредиты. И эта программа предусматривает револьверный фонд. То есть деньги будут дальше работать еще 20 лет, и люди будут получать новые кредиты. Те переселенцы, которые будут платить каждый месяц, потом эти деньги будут суммироваться и выдаваться новые кредиты. То есть самое главное – это безвозвратный грант, который Украине не нужно будет отдавать. Это хотелось бы сразу всем разъяснить, что программа новая. Но скажите, пожалуйста, в целом, вы как человек, который в этой отрасли очень разбирается, это хороший сигнал? Это хорошая программа? Это доступная программа? Конечно, это доступная программа, это хорошая программа. Работая в минветеранах на позиции замминистра, я привожу немало усилий, чтобы эта программа как раз работала. И если сказать вообще предысторию, откуда появился этот грант, откуда появилась возможность реализовать эту программу, еще в 2016 году немецкое правительство предложило помощь Украине в размере 72 миллионов евро. И она эту помощь разбила на гранты. И первая фаза на фазы, и первая фаза подразумевала как раз решение жилищного вопроса, конкретно ипотека. Так вот, с 2016 года прошлое министерство, которое занималось этим вопросом, Министерство по делам временно оккупированной территории внутренних перемещенных лиц, с 2016 года не могло договориться с немцами, как получить деньги, какую именно нужно финансировать программу. И вот придя в Министерство по делам ветеранов в конце 2019 года, я начал активно заниматься реализацией этой программы, договариваться с немцами. И вот за три месяца мы собрали все документы, подготовили их для подписания соглашения между Украиной и немцами. И предварительно в 2019 году запустили пилотный проект, о котором знают большинство переселенцев. Это ипотека под 3%. И как раз нашли в бюджете 200 миллионов таких пилотных, чтобы показать, что эта программа работает. И на примере мы показали немцам, что вот, пожалуйста, есть уже ипотека, есть 3%, есть Дельсмова джитло, которое реализовывает эту программу. Пожалуйста, давайте запустим и программу за эти немецкие средства. Руслан, расскажите, пожалуйста, теперь вот непосредственно точечно внутренне перемещенные лица, которые смотрят данный эфир, которые знают уже об этой новой программе ипотеки. Что они должны сделать, чтобы подать заявку на эту ипотеку? Куда обратиться? Возможно, процедура немного иная. Ну, во-первых, мне хочется всех успокоить. Время есть. И не нужно уже сегодня или завтра бежать в Дельсмова джитло, ночевать там, как это было в прошлых программах. Просто переселенцы помнят этот ужас. Этого всего не будет. Срок будет больше, чем был в предыдущих программах. То есть срок может быть больше месяца. Пока точных условий нет. На прошлой программе было всего 3 дня, поэтому приходилось просто чуть ли не ночевать под стенами Дельсмова джитло. Этого всего не будет. После 11 числа будут объявлены точные условия программы. Они появятся на моей странице в Фейсбуке, наверное, одним из первых. Поэтому зайдите в Фейсбук, подпишитесь на страницу Руслана Калинина, и там вы увидите все условия. Я максимально все понятно объясню. Могу сказать, что общие требования в программе будут участвовать только переселенцы. И что интересно, чем будет отличаться эта программа, это обязательно условия немцев. Выбор тех, кто сможет принять участие в программе, будет осуществлен путем лотереи. То есть неважно, какой ты будешь в очереди, ты хоть прибежал, стал первый, хоть ты стал 2050-й, все равно победители будут определены путем лотереи. Для этого был выбран международный консультант. Он прописывал все условия. Он прописывал, как именно будет проходить лотерея. Скорее всего, это будет онлайн. Мы сможем за всем следить. И конкретно в этом будут участвовать международные консультанты. И, скажем так, никто не сможет влиять на процесс. Программу будет реализовывать Держмогаджитло, как и реализовывал предыдущие программы. Программу «Доступное жилье» 50 на 50. Программу в 3%. Все условия также будут на сайте Держмогаджитло. Я могу сказать, из основных позиций, которые тоже важны для переселенцев, участие сможет принимать и первичный, и вторичный рынок. То есть можно будет купить квартиру на вторичке. Это немножко легче для переселенцев, потому что все понимают, если нужно купить квартиру на первичке, нужно будет еще достаточно большую сумму вложить в ремонт. Поэтому проще купить квартиру на вторичке. И вот здесь вторичка сможет участвовать в этой программе. И последний вопрос к вам уточняющий. Я правильно понимаю, что сами правила уже дальнейшего оформления ипотеки, они такие же. Я имею в виду это справки, документы, справки о доходах и так далее, и так далее. Если кто-то хочет предварительно понять, какие будут правила, может открыть 980-ю постанову. По этой постанове работала программа 3%. То есть я думаю, что процентов на 90 все правила будут совпадать. Единственное, сейчас пока нет информации, какие нюансы могли прописать международные консультанты. Из нового, это я уже говорил, это лотерея и новая очередь. То есть не будет дофинансирована та программа 3%, не будет дофинансирована та очередь, будет формироваться новая очередь, это новая программа, и победители будут выбраны путем лотереи, рандомным путем. Спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я напомню о новой программе ипотечного кредита для переселенцев. Говорили с Русланом Калининым Всеукраинская ассоциация переселенцев. Хотите оперативно получать важные новости, тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, фейсбук и ютуб-странички. Там очень много полезного и интересного контента для вас. Спасибо, что доверяете. И помните, Украина – наш дом. Украина